Сегодня несколько наших, так назовем, цикл мероприятий в рамках уже ставшей традиционной всероссийской акции «Балалайка, душа России». Может кто-то вчера был на концерте в Российской Академии Музыки и Меднесиных, состоялось открытие этой большой акции. Юрий Ильич, проходите, пожалуйста, мы вас рады приветствовать. Здравствуйте. Акция большая. Сегодня проходит в нескольких учебных заведениях Москвы. Проходят мастер-классы, открытые уроки. Естественно, конечно, проходят концерты. Поэтому событие большое, событие важное, нужное, но тем, наверное, на мой взгляд и актуальнее его смыслозначение в контексте современных тенденций, которые происходят вообще в культуре России, которые происходят в мировой культуре, в общем-то, объективно говоря, частью которого наш соблюдитель искусства и является. Наверное, все хорошо помнят тот замечательный факт 1908 год. Париж, Парижская консерватория, и Юль Масне, известный оппозитор, включает Василию Васильевичу Андрееву в Орден Академические памятные заведения нового элемента в мировую музыкальную культуру. Вот об этом мы сегодня постараемся поговорить на нашей конференции. Регламент у нас, те, кто будет выступать, он достаточно сжатый. 10 минут на выступление. Пожалуйста, те, кто будет выступать, потому что впереди у нас еще концерт, впереди у нас ребята подготовили очень интересную программу. И самое главное, у нас сегодня наши дорогие гости здесь, которых мы очень рады видеть. Это ребята, дети, в общем-то, то, наверное, самое важное и самое главное вообще, и без чего, наверное, все по остальному было бы, наверное, бессмысленно. Итак, наша конференция называется так, «Современные тенденции в исполнительстве на…» И вот здесь внимание, сразу появляется, так сказать, некая интрига на русских академических условиях. Вот почему мы так эту конференцию назвали? Что мы хотим в этой конференции в данном случае предложить, наверное, прежде всего? Я попробую сформулировать, уже подытоживая все выступления. Мне так будет, наверное, отчасти проще, чтобы с вами какой-то, в этом смысле, установить тоже диалог. Ну и, конечно, мы очень рады, что у нас сегодня ведется видеофиксация, потому что сегодня при современных, так сказать, возможностях социальных сетей и так далее, это все может услышать и видеть большое количество людей. Поэтому это очень важно, так что, друзья, не стесняйтесь, участвуйте, думайте, анализуйте. Продолжение следует...